Александр Устюгов и Евгения. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Жень, стесняешься, боишься? Ну, слегка, неожиданно, так, чуть-чуть. У тебя первый опыт прямого эфира на радио? Да. Ну, в кино ты уже снималась, не боялась? Ну, там много дублей, вот так, а тут прям... Ну, вообще, конечно. А тут без дублей. Всё равно взаимодействие с камерой, здесь микрофон, мне кажется, есть что-то общее. Ну, да. Ну, плюс ты ещё к друзьям папы пришла, поэтому расслабься и чувствуй себя как дома. Ну, мы всегда у всех спрашиваем гостей. Первый у нас вопрос. Нам хочется знать, насколько всё хорошо, всё ли в порядке, как поживаете, как дела? Всё прекрасно. Как учёба? Прекрасно. Сегодня не в школе? Да, вот так вот радио. Ты сказала? Вот так вот радио. Вот так вот съёмки, вот так вот радио. Сказала одноклассникам, учителям, что по какой причине ты не пришла сегодня в школу? Частично. Кому? Жене 13 лет, я просто хотел сказать, ну, просто чтобы все представляли себе, кто здесь. И можно, кстати, зайти на наш сайт, наш.ру, на главной странице найдёте фотографию, на неё нажимаете и попадаете на прямую трансляцию, видеотрансляцию того, что происходит у нас здесь в студии. Так, Жень, прости, я тебя перебил. Ну, ты кому-то рассказала, что ты приходишь на радио? Друзьям? Друзьям, конечно же. А они? Родственникам. Они очень обрадовались, сказали, что смотреть будут. Смотреть и слушать? Да. Во время роков? Да. Ага. Хорошо. А одноклассники и друзья знают, что твой папа известный актёр? Ну, в основном, да. А что говорят? Они смотрели сериалы? Просто такие сериалы у папы, ну, по большей части... Не детские. Они не детские, да. И не юношеские, да. Ну, они смотрели вот все Миндовские войны прям вообще. А было такое, что они говорили, Жень, вот у меня там папа мечтает познакомиться с твоим папой. Можешь нам вот такое устроить? Или на концерт сходить? Нет, вообще практически такого не было. А друзья хотят с папой познакомиться? Вот лично. Ну, да, они там иногда спрашивают, а когда папа будет? Так. Ну, им интересно просто пообщаться тоже. А папа что? Ну, не знаю. Я же не слышал этих предложений, поэтому надо творческие встречи устраивать. Вы знаете, нам уже с утра приходит вопрос, и почему-то первый вопрос... Ну, во-первых, Жень узнает наши слушатели, восхищаются твоей фигурой, твоей спортивной формой. Но первый вопрос был, тебя папа когда-нибудь наказывал? Вообще он строгий, потому что в сериалах и в кино у папы образ такого брутального мужчины. Ну, строгого, что ж там? Мужчина, строгого, да. Не забалуешь. А какой он папа? Очень добрый, открытый человек. Женя сейчас посмотрела на папу. Продолжай, продолжай. Мы это репетировали. Он всегда поможет. Нет, вообще, очень добрый, не строгий. Ну, если надо, то да. Ну, по делу. По делу? Да. Ну, вот за оценки плохие, как папа, вот он больше ругает, или говорит, ну, ты знаешь, это, Жень, твои ответственности. Вот твое дело. Ну, да, он не ругает, он говорит, что надо учиться все равно. Ну, прям, чтобы ругать там за плохие оценки, ну, их практически не бывает. Вот, да. Но так не ругает. Сейчас такая система у них бальная, что сложно в них вникнуть. Там идет куча цифр, и у нас-то просто двойка, это плохо. Пятерка, это хорошо. Тройка так себе. А у них идет куча цифр, нужно высчитать какой-то коэффициент от общего балла. И, в принципе, я даже не справляюсь с этим. Не разбираешься просто в этом, да? Она может говорить все, что угодно, да. У меня вот такая цифра. Да, у меня 108. Все, у меня 108. Общий коэффициент, наверное, хорошо. Мы все знаем, чем занимается папа. Расскажи-ка, Женя, о своих увлечениях. Что ты делаешь в свободное от школьных занятий время? Много всего. Так, я занимаюсь конным спортом. Занимаюсь в театральной студии, студии юного творчества под руководством Натальи Чернявской. Это актриса Рамта. Вот. И там же современные танцы. А вот скажи, пожалуйста, увлечение театром и конный спорт каким-то образом навеен папин влиянием? Или это твое личное? Ну, даже не знаю. Просто мне прям нравится сниматься, играть разные роли. И меня прям тянет к этому. Жень, ты снималась... Вот у нас есть информационная справка. Поправьте меня. Если вдруг не так. Может быть, недостаточно информации. Значит, в сериале «Ментовские войны» в роли дочери, да, папы. И также приняла участие в работе над сериалом «Лестница в небеса». Да. А вот твой первый опыт был в «Ментовских войнах» съемок? Да. Сколько лет тебе на тот момент было? По-моему, три с половиной. По-моему, два с половиной. Или два с половиной. А, я только хотел сказать, ты что-нибудь помнишь? По-моему, это было чуть раньше, да. И это было... Я расскажу, потому что я как раз помню. Это было волнительно. И это было сложно, потому что режиссер Алан пытался говорить на взрослом языке и говорить «выди на метку». А Женя ходила и искала, какая метка. А там лежал незаметный листочек, на который для камеры, чтобы для удобства наведения фокуса. И она должна была есть мороженое. И у нее реквизитор забирал после каждого дубля мороженого. У нее был шок. Как это жестоко как. Она только начала. Но ей давали новое тоже называть. И после съемок у Жени заболел живот, потому что она съела на кучу дублей. Было куча холодного этого мороженого. Помнишь, да? И мы поехали потом, чтобы этот весь шум в голове стих после съемок. Кататься на лодок ее скрутило сильно. Мы не понимали, что. Оказывается, просто переохлаждение было от количества мороженого. Может, волнение еще. А чем вообще была идея задействовать Жени на съемках? Не моя. Я был всегда против. Это было хитро обманом сделано. Ассистент какой? Она позвонила, сказала, что нужна девочка, там то-то, то-то. И в итоге как-то это провели. И вот она уже была, играла мою дочь в сериале. Потом мы решили, что это все-таки неплохо, потому что ребенку сложно и так. И мы даже оставили имя Жени, потому что еще два с половиной года понять, что ты кто-то другой, и называть какое-то другое имя. И ее фамилия была Романова, а она в кадре. У нас даже есть это видео, мы его часто пересматриваем. Говорит, как твоя фамилия? И она пауза говорит, Устюгова. Нет, не то надо говорить. Саша, для тебя было, насколько сложно работать в кадре с дочкой? Ответственность какая-то страшная. Ну, потому что одно дело работать с детьми с чужими. Там есть и их родители, которые волнуются. А здесь как бы ты находишься в кадре, переживаешь, и нужно было принимать участие, но при этом не показывать все это. И у нас, нам после съемок подарили нарезку этих дублей, где мы пытались Женю действовать по заданному рисунку, чтобы она подошла, задала вопрос, села. В итоге была половина импровизации из того, что она говорила. И, в принципе, она вся вошла, потому что выхода не было. Ну, во-вторых, это должно было быть естественно, раз сам ребенок. Конечно, это сложно. Это прям как жизнь. Женя, а ты помнишь этот сезон и какая серия? Или там было в нескольких сериях? Ну, это... Ну, вот я начала, по-моему, сниматься с пятого сезона, по серию прям конкретную. Ну, то есть с пятого сезона, то есть там несколько серий было. Да, она потом участвовала, да, и уже... До десятого или один. И росла в кадре вместе со мной. Я старел, она росла. Ну, раз уж мы заговорили о Митовских войнах, спрашивают, будут ли какие-то, ну, какое-то продолжение, или эта история уже все окончательно закрыта. Закрою этот вопрос, Саша. На данный момент никакого продолжения не планируется. Были разговоры с продюсерами, со сценаристами о том, что было бы неплохо, и вот дальше разговоров пока ничего никуда не пошло. Женя, скажи, вот папа рассказал свои впечатления. Вот ты так как росла вместе с своей героиней. Вот помнишь что-нибудь со съемок? Насколько сложно это было работать, во-первых, в кино, во-вторых, ну, с папой? Может быть, какие-то самые приятные вещи, которые тебе понравились, и ты из-за этого, о, как хорошо быть актрисой. Или самое сложное. Я вот тоже хочу. Я помню момент, там, где я очень сильно боялась, и это еще было смешно, когда мы снимали, мы выезжали из здания на лифте, и нас должны были схватить преступники и куда-то увезти. В масках они. Да, я очень сильно боялась, нас с ними познакомили, в общем, мы не могли приехать на нужный этаж к этим преступникам, мы мимо постоянно приезжали, вот, в этом лифте мы потерялись, чуть-чуть на этажах. Это хорошо звучит, познакомились с преступниками, которые должны были, да... Ну, они все равно в масках. Они в масках. Но при этом снимали с преступниками, это уже была актерская игра, потому что снимали монтажно, потому что когда камера стояла на Женю, на ее сторону, преступников не было. Ну, то есть они не вмещались просто. Я поняла, да-да-да. С одной стороны снимали монтажно преступников, с другой стороны, то есть как бы сцена была собрана из двух кадров, то есть у нее в кадре не было этих преступников, это уже был элемент игры. Женя, а ты хотела бы связать свою жизнь с театром, с кино? Да, хотелось бы вообще. Но это твое личное желание или родительское? Нет, они наоборот говорят, лучше не надо, кошмар, много всего. А почему? Чем они мотивируют? Потому что для многих детей, у которых родители не актеры, не известные люди, для них сложно понять. Тебе что говорят? Почему не надо? Мне обычно говорят, что это очень сложно. Перестройка организма тоже идет, потому что съемки ночью, где-то утром. Очень сложно, нагрузка большая. Про нервы, про карьеру, вот это все говорят? Да, говорят, что сложно будет, потому что когда-то будет успех, когда-то не всегда успех. Как ты в ноябре изображала Каннский побережье, бегая босичком по заливу финском? Опять же заболела потом. А, это съемки были, да? Да, да, нужно было изображать лето, а уже стояла такая суровая осень, и на Финском заливе изображали какое-то... Ривьеру, да? Да, и нужно было бежать, и они с ребенком в пупашечках, вот прям такое... А там такой дубак все в пуховиках стояли, и, честно говоря, это издевательство было над детьми, потому что они были босиком вдоль воды, вот надо прям по кромке касаясь брызгами. Я прям представляю, это гусиную кожу, вот это все в пупырышках. Женя, скажи, для многих наших слушателей, ну, кино — это таинство, да? Большинство людей не знают, как там все устроено, как технически это происходит. Вот тебя, как ребенка, что больше всего удивило? Ну, ты же тоже смотрела мультфильмы, кино смотрела. Вот когда попала на съемочную площадку, или уже когда повзрослела и начала понимать, да, как все происходит, вот что тебя удивило во время съемочного процесса? Ну, я не знаю, даже не знаю. Не знаю. Ну, хотя ты дочь, рожденная в, собственно, в актерской семье. Скажи, скажи, в кинематографических условиях. Поэтому тебя, наверное, сложно удивить. Мероприятие, на самом деле, впервые в моей практике такое, а у многих музыкантов, наверное, это уже произошло, это перенесенное. На афише у нас написано «День рождения», и всех это путает. На самом деле, это был день рожденческий, октябрьский концерт, который мы должны были играть день в день, 17 октября у меня день рождения в Питере, и сразу же ехать в Москву. И Питер мы проскочили в октябре, а Москву закрыли, и концерт был отменен и перенесен на 28 марта. То есть это перенесенный концерт, а на афише до сих пор у нас написан концерт в день рождения. Слушай, ну, это значит, второй раз ты можешь отпраздновать свой день рождения, в конце концов? А мы абсолютно официально, да, потому что как бы люди собирались на день рождения, и этот праздничный концерт, мы будем так и соблюдать эту условность, праздновать день рождения 28 марта. Ну, вот так. Поэтому отпразднуем его два раза в году. Придешь, Женя, поздравить папу с днем рождения? Ну, раз, кстати, мы заговорили, есть совместный опыт в съемках, а в концертах не было каких-то совместных номеров? Или еще каким-то? Или ты просто приходишь на концерты папу поддержать? Не было, я ее подбиваю. У меня есть несколько песен, которые мне кажется, что можно петь, но дальше кухонь и дачного исполнения под гитару мы не выходили. Но, в принципе, каждый раз, когда мы начинаем там это петь, я говорю, что хорошо было бы разучить и петь. Но Женя пела песню группы Экибастуз «Дорога Павлодара Экибастуз» по-моему, на уроке по вокалу у себя в школе. Это было очень забавно, потому что я ходил, показывал со слезами на глазах видео, где они пели под рояль, педагог играет там. И они пели причем такими голосами, как будто бы они сиделицы такие прожженные. Какие-то такие интонации были. «Дорога Павлодара Экибастуза». А то есть преподаватель должна была еще разучить, собственно, партитуру, да, чтобы аккомпанировать. Да, 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 и там был аккомпанемент. Но, в принципе, я так понимаю, что вам предложили любую песню разучить и спеть, и ты принесла просто этот репертуар. Да? Или ты не помнишь? Это было давно. Мне спросили, а что за группа, что за песня? Женя, а как ты к музыкальному творчеству, папа, относишься? Ну, знаешь ли песни, слушаешь ли, и вообще что слушаешь? Это такой самый распространенный вопрос к гостям наших... К молодым гостям. Да, к молодым гостям. Ну, насчет папиных песен я их все слушаю. Вот, у меня есть, конечно, самая любимая эта песня «Доченька» и вот «Дорога Павлодара Экибастуз». Так, а вообще какую музыку слушаешь? Если не папину? Я вообще, в принципе, слушаю все. Я могу выделить Демфиру. Я люблю ее песни. Вот новый альбом у нее вышел. Да, слышали. Нравится тебе? Да, но он такой, знаете, мне показалось немножко грустноватый какой-то. Ну, есть, да. Он просто очень взрослый, мне кажется. Он личный очень, да. Для 13-летней девочки, наверное, все-таки тяжело его воспринимать. Он все равно может быть созвучен в определенном настроении. Я слушаю вообще всех. Там у кого-то одна песня, у кого-то еще одна песня. Некоторые песни Аллы Пугачевой, даже Лепс тоже есть. Ну, действительно так, широкий вкус. Да. А на концерты ходишь на какие-нибудь? Отпускают тебя родители? Ну, времени вообще мало, поэтому мы хотели как-то... Я очень люблю еще раньше, любила прям вообще Филиппа Киркорова. Вот, песня. Мы хотели попасть на его концерт, но там чего-то не получилось. Ну, он часто выступает. Любит по 10 концертов. В Кремле подряд. Каждый день подряд, да. Если вдруг захочешь, еще попадешь. Жень, ты когда смотришь фильмы с участием папы, ты можешь отключиться, да, и вот видеть в персонажа, героя, да? Нет, в нем именно персонажа. Да, именно персонаж, да. Вот так, правильно? Или для тебя он всегда папа, и там, когда в него стреляют или его бьют, ты переживаешь? Нет, ну вообще я стараюсь как бы абстрагироваться о том, что это мой папа. Вот. Ну, конечно, не всегда получается. Прям, допустим, там, «Викинги» тот же самый фильм. Так, о, боже. Жалко, да? Ну, да. Но все равно понимаешь, что это не настолько все ужасно, как кажется. Не больно. Я просто был, когда в твоем возрасте, мне тоже было 13 лет, и мой папа, он учитель в школе, мой классный руководитель, был, ну, там, с пятого класса начиная, и он участвовал в какой-то масленичной постановке, школа делала вот на масленичных гуляниях, в которые его арестовывали. И я, по-моему, не понял сути происходящего. То есть там человек в форме, да, и я бросился со слезами. Папка! Куда же тебя? Поэтому мне было интересно спросить. Вот, кстати, вот когда ты занимаешься в театральной студии, приходила туда, знали ли, что твой папа актер, что у тебя, ну, вот за тобой такая, скажем так, творческая, сильная единица? Ну, в театральной студии вообще мало кто знает. Угу. Вот. Но мне кажется, теперь, наверное, знаю. Теперь да. Теперь да? Теперь да. Скажи, не скрыться. Ну, что, пора уже. Тем более, что папа, ну, во всех своих сферах, которыми он занимается... Проявил себя. Да, проявил себя, и есть чем гордиться. Вот здесь вопрос такой. А Женя, вот, кстати, к Александру именно, Женя больше папина или мамина дочка? А что имеется в виду? Внешность? Ну, давай расшифруем и так, и так. Ну, потому что есть выражение, там, допустим, маминкин сыночек, да, дочки на папа, вот характер, как? Ну, не знаю. Мне кажется, всегда возникает путаница из-за того, что Женя достаточно яркая, как и мама Енины Соколовской. И по масти все думают, что она похожа на маму. Но на самом деле близкие родственники все говорят, что больше похожи на папу. Единственное, что вот цветовая гамма разная. Поэтому мне кажется, что все-таки папина дочь, начиная от походки до... Я очень сильно узнаю себя, и прямо это до ужаса, до... Даже вздрагиваешь, когда вдруг она попадает как в кальку в тебя 13-летнего. И причем я уже так не делаю. И даже когда Женя была маленькая, я когда обманывал, я чесал ухо от нерва. И, естественно, я от этого избавился, потому что все говорят, ну что ты палишься сразу. И когда... И у меня уже это не было, естественно, к рождению Жени. И когда она маленько начинала врать, она хваталась за ухо. Я думаю, ну как это может передаться? Она же не видит, как я это делаю. Это как-то вот... И она начала тереть мочку ухо и что-то там сочинять. А она не удивлялась, когда вдруг каким-то образом волшебным ты знал, что она тебя обманывает? Естественно, я говорю... Раскрыл ее, да, в чем дело? Я сразу раскрыл секрет, потому что я от этого страдал очень. Ну а ты, Женя, как сама думаешь? Ну, вот мне кажется, я больше похожа на папу. Так. Ну, конечно, есть люди, которые говорят, нет, ты прям как мама. Но вообще, если вот так присмотреться, то прям копия папы. Ну просто если, допустим, взять голубые мне глаза или папе карри, то мне кажется, вообще одно лицо будет. А мы где-то даже кто-то подбирал из поклонников. Не-не-не, фотографии меня, 13-летнего, и Женю рядом поставили, и это одно лицо. Как близнецы, да? Кстати, фотографии потрясающие. А возьмете ли вы свою дочь с собой в горы? Вот, это вопрос, наверное, от Петра Красилова, который пытался дозвониться моего товарища, актера Российского академического молодежного театра. Я очень бы хотел, конечно же, взять в горы. И я как-то, мне кто-то спрашивал, вот что для тебя горы. И я даже как для себя сформулировал, это не просто то место, куда хочешь вернуться, а то место, куда ты хочешь отвезти в итоге своего ребенка, для того, чтобы показать эти красоты, эту какую-то кристальную чистоту и испытать это восхождение. Я думаю, что сейчас все рановато, а года через два, через три, я думаю, прям можно будет смело покорять какие-нибудь небольшие вершины. Раз уж мы заговорили о местах, которые обладают вот такой колоссальной энергией, у тебя совсем недавно завершились съемки на Алтае. Я знаю, что ты под большим впечатлением. Это был первый раз, и что тебя восхитило, ну, лично тебя? Я первый раз оказался именно в Горном Алтае, я был на Алтае рядом, и очень много слышал про Горный Алтай, я думаю, ну, горы, горы, у нас тоже в Казахстане есть горы, и там граница как раз ровно проходит, но оказавшись на Алтае, это какая-то неимоверная энергетика в первую очередь, и это, правда, очень похоже все на место силы, и какая-то эйфория, я не мог провести параллель, почему, может быть, всего лишь небольшая высота, там, 1800, и вот, может, она дает этот эффект, а и люди, конечно же, люди, я первый раз видел такое, когда человек подсаживается к тебе, говорит, надо поговорить. Незнакомый? Незнакомый. Дальше он сидит 20 минут, потом говорит, спасибо за разговор, и уходит. А он сидит молча, и уходит. Мы молча сидели, а он с тобой общается на каком-то уровне, и именно там ты в это веришь, не в смысле, что он сумасшедший какой-то, а ты прекрасно понимаешь, что все, вот-вот и поговорили, вот, и он говорит, спасибо, и уходит. Слушай, очень удобно, скажи, все вы так разговаривали, да? Да, да, да. Я думал, история продолжится тысячу, займешь? Надо поговорить, молчи, молчи. Ты мне, кстати, пообещал, да? Да, 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 ну, давай. Вот, и там поют под гитару, и когда я предложил включить телефон, сломалась гитара, порвалась струна, я ее подчинил, было, на следующий день, но я говорю, ну, давайте музыку поставим. Сказали, ну, ты что, не надо. Ну, Александр, ну, действительно. Давайте так, Петя Капельна, и это здорово, и плюс полтора месяца практически без интернета, его там нету в горах, он нигде не ловит, где-то у нас в столовой был Wi-Fi, и все это вместе дало какой-то просто взрыв энергетический, я был прям, у меня было несколько выходных, я рванул туда на машине в сторону Монголии, меня повезли туда на машине, и это все, это называется, как не напиться, не насмотреться, и, естественно, я хочу вернуться туда летом, посмотреть, как это выглядит, когда все цветет, либо осенью. Да, 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 это уже об этом говорилось. А что там с едой? Там с едой все прекрасно, потому что еда ходит, еда растет прямо здесь рядом. Ходит, растет. Да, да. Да, сегодня ругали за то, что мы с охотниками разговаривали в эфире, нехорошо. А, в смысле, нельзя убивать животных ради еды. А тут это, да, ходят, растят. А, ну да, но в итоге так оно и есть, там немножко еще живут по другим меркам, и я думаю, там гринписовцы не проживут и недели, потому что магазинов для них нет. А так, там огромное количество трав, растений, которые просто, чаи, вот это все волшебное. Да, чаи, чаи, чай, да. Я почему про еду спросил, я хотел следующий вопрос Жене адресовать. А ты умеешь готовить? Да. Да? А что? Какое у тебя есть? Коронное ли блюдо какое-то? Разные тортики. Да ты что? Ты прям в этом, прям кулинар такой? Ну да, с мамой вот готовим там на разные праздники. Просто такая хрупкая, маленькая, спортивная. И сложно представить, что ты вот ешь много сладостей. Может быть, ты, конечно, их готовишь сама, не ешь, а все там. У нее диетические тортики. Да нет, ну потому что такая физическая нагрузка, мне кажется, там нету просто места и возможности чему-либо зацепиться. Отложиться. Какому-то, да, жировому. Слушай, но ты же не просто так был на Алтае, там были съемки, и чего? Расскажи мне вот о потенциальной будущей работе. Съемки, съемки. Это кино, прокатное кино под названием «Бешенство», триллер Алексея Серебрякова, Евгений Ткачук, Александр Устюгов, Кирилл Полухин. Ну, русский триллер, и я надеюсь, что это будет. Это было очень красиво, зрелищно. Мы снимались с настоящими животными, с волками, из Венгрии привозили. И посмотрим, что из этого получится, потому что должно быть многообещающее. Режиссер кто? Дмитрий Дьяченко. Последний богатырь? Да. Это просто в том числе. В том числе, да. Ну, посмотрим. А примерно, мы знаем, когда запланирован, я понимаю, что сейчас сложно о чем-то говорить о каких-то сроках, но это осень, зима. Я думаю, это новый сезон в любом случае, что летом премьер не бывает. Я думаю, это сентябрь все пойдут в школу, ноябрь где-то так, октябрь, ну, наверное, думаю, самое лучшее время будет для премьеры. Жень, скажи, а вот у тебя есть мечта сыграть определенную роль, определенного персонажа, существующего или несуществующего человека? Прости, что я, может быть, долго формулирую. Но, вот, кого бы ты хотела сыграть? В кино, в театре? В театре, я, не знаю, я очень люблю произведения Аллы и Паруса, вот, и мне бы хотелось сыграть Ассоль прям очень сильно. И сейчас мы как раз ставим спектакль вот в студии театральной, в которой я занимаюсь, но я там не Ассоль играю, а Эгля, да. Старика Эгля, вот так, Старика Эгля, ну, не Ассоль, но. Зато это серьезный актерский вызов. Ну, это уже... Ну, кажется, уже пройден в этап, в смысле, переросла. Я просто вспомнил сейчас, как вот на школьных утренниках, когда в новогодних утренниках распределялись роли. Естественно, там были все девочки-снежинки, ну, в нашем детстве. Ты был пенек? Нет, мальчики-зайцы, нет, и были еще мушкетеры, да, очень хотелось мальчикам быть мушкетером. И все спорили, кто будет Д'Артаньяном. Ну, естественно. С Портосом... Сразу определились. Проблем не было всегда, да. В каждом классе он был. У вас были какие-то вот школьные постановки? Ты уже участвовал? И кого играло? Просто интересно. Школьные? Ну, школьные, да. Ну, вот в школе у вас есть, там... Ну, в студии. Или сейчас там нет студии, да? Ну, в школе я... Я раньше училась в другой школе, в частной. И мы там прям снимали целые клипы, видеоролики танцевальные, актерские. Кляксу ты играл, я помню. Да. А папа следит за твоими ролями? За твоим творчеством, да. Как видите, да. Вот. Так, вот у нас есть вопрос еще. В 11 лет я слушала рассказы отца про его похождения в детстве. Похождение в детстве. Похождение в детстве. Ну, там слушательница, видимо, про себя пишет. И вот спрашивают, Женя, хотели бы вы увидеть отца в его детстве? И если да, то там, ну, здесь написано, полужизни бы отдала. Что бы ты могла бы чем пожертвовать, чтобы увидеть отца, ну, в своем возрасте? Каким он был мальчишкой? Вообще надо ли тебе это? Или тебе это неинтересно? Нет, ну, это, конечно, интересно. Вот, посмотрели, как жил. Ну, прям интересно, что бы отдала. Ну, даже не знаю. Ну, а папа рассказывает? Черно-белые фотографии не пугали тебя? Нет. Черно-белые фотографии. Ну, потому что многие думают, что это было так давно. Так давно, да. Это еще в прошлый век, и это тогда еще... Ну, это действительно давно, потому что если сейчас предположить, что я 13-летний встречаюсь в каком-то пересечении миров со своей дочерью 13 лет, я думаю, что это будет просто, ну, два инопланетных существа, и она мне будет объяснять, как устроен этот мир, что такое карточки, что такое телефоны, как нужно купить Кока-Колу в банкомате или какой-то еще. Я думаю, это целый сюжет может быть. Конечно, умные дома. Прекрасный день для сериала. Потому что я представляю, ну, половину вещей, которые сейчас есть у детей, у нас этого не то, что не было, мы даже себе представить себе не могли, и мы были еще... Появление пейджера еще будет через несколько лет только... Десятилетиями, возможно, да. Поэтому как-то мы еще бегали с палками, делали вид, что это автомат, поэтому... Ровно минуты остается. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Такое, знаешь, ну, коротко можно на него ответить. Многие интересуются, вот папа для тебя, вот, как друг, или все-таки это как папа? Доверяешь ли ты ему какие-то тайны девичьей? Может быть, у вас есть общая тайна от мамы? Это сейчас будет не тайна, я вам скажу. Не может просто сказать, что... Хорошо, что эфир заканчивается, да, осталось буквально 30 секунд. Поэтому просто... Пусть это останется тайной. Да, пусть это останется интригой. Спасибо вам большое, дорогие наши. Вот, спасибо, что нашли время, пришли. Жень, мы желаем тебе творческой, успешной карьеры, еще успешнее, чем у папы. Мы уверены, у тебя есть все задатки, и все получится. Вот, и он старенький-старенький будет приходить... Приходить на премьер твоих фильмов. И давайте, возможно, мы ждем каких-то совместных проектов, пожалуйста, кинематографии на музыкальном поприще. Мне кажется, это будет вообще очень мило и чудесно. Спасибо вам большое и счастливо, и до новых встреч. С дебютом тебя. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok